Всем доброго времени суток, друзья! Я вас приветствую! Представляю вашему вниманию следующую работу, выполненную при помощи материалов торговой марки Fadell и трафалетами от DFA команды. В работе будет представлен процесс создания вот такой вот картинки при помощи декоративной краски, финишной шпаклевки, трафаретов и желания. Вот это материал, который будет принимать участие в создании этой картинки. Интерьерная краска торговой марки Fadell, металлики, первый фарб, рейчпут и финишная шпаклевка. В итоге получается вот такая вот красота! Вот такой вот трафаретик будет принимать участие в работе, достаточно такой масштабный. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, первый слой сохнет. Вот одна половинка, вот вторая половинка. Жду до полного высыхания и потом покажу следующий слой. Итак, первый слой подсох. Можно приступать к нанесению интерьерной краски в качестве подложки. Использовать я буду вот такую вот краску. Это DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, первый слой краски высох. Приступаю к нанесению второго слоя. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Белый слой краска И заколированный такой вот карамельный оттенок. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok При помощи резинового шпателя, имитирующего структуру Перево буду создавать общий вид Вот такая интересная и контрастная структура получается на фоне трафарета Итак, второй слой краски уже поток, нужно приступать непосредственно к нанесению декоративной краски Декоративка, которая будет использоваться, называется Первый фарб от аргума Барки Фэйда Вот, окраска по типу сахара с такой вот жемчужной следой Перемещение материала на поверхность будет осуществляться при помощи кисточки в хаотическом порядке Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, первый слой готов, вот минут 10-15 подожду и приступлю к перенесению второго слоя Продолжение следует... Итак, наносим второй слой Вот такой вот результат получается Самые основные моменты я очень сильно хорошо, так скажем, затушевал кистью Чтобы потом на выходе получить более объемный результат Итак, декоративный слой полностью подсох Вот, можно приступать к корректировке рисунка Корректировать я буду при помощи вот такого вот металлика торгового марка Фэйда Цветом антрацеп и спонжа И спонжа Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот, по сути и все Теперь жду до полуусыпания и покажу вам уже конечный результат То, что получится на выходе И так, предлагаю вашему вниманию увидеть результат Такая вот красота Такая вот красота Такая вот жемчужная напыление Вот она очень классно посматривается Практически в упор Такая шероховатая поверхность Вот В темном цвете Перл фарбы Плюс металлики Вот Трафарет от Дефа И материал от торговой марки Фэйда Где просматривается текстура дерева Вот, благодаря резиновому шпателю Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а на этом пока что все, ребят Всем большое спасибо за просмотр Возьмите вопросы, не стесняйтесь Задавайте, пишите в комментариях Заводственно на них отвечу Вот такой вот Лёва Таких вот холодных И очень интересных оттенков получается Вот Я с вами не прощаюсь Точнее прощаюсь Пока-пока До скорой встречи!